Уже четвертая серия нашего YouTube выпуска про ремонт. Я приехал на квартиру. Заходим. Здесь, как вы помните, последняя серия закончилась тем, что мы начинали делать штукатурку. Так, будем сейчас смотреть. Все сделано. Вот, собственно говоря, штукатурка. Уже появляются очертания реальной комнаты. Кстати, штукатурка очень красивая. Мне нравится, как она выглядит. Прям прикольно. Сейчас покажу, какую штукатурку мы использовали. Так, это у нас санузел. Вот. Вот такую штукатурку КНАУФ использовали. Это кухня. Вот так теперь выглядит. Еще немножко сырость, но уже прям класс. Там уже комнатка видна. Вот она группа быстрого реагирования. Проверяют углы. В общем, что я придумал сделать. У нас есть ребята-прорабы, кто делает штукатурку. У нас есть Маргарита. Это дизайнер нашей квартиры. И сейчас у нее авторский надзор. И Евгений Чубанов. Компания «Вида мебель», которая будет делать всю мебель в нашей квартире. И Женя лично приехал посмотреть углы. Для чего я это сделал? Для того, чтобы не было потом конфликтных ситуаций, что каждый будет валить друг на друга. Вот углы были плохие, ты их принял такие, они и такие. Я говорю, пожалуйста, приезжай. Ты уже будешь точно делать мебель в нашей квартире. Поэтому все лично посмотри. Вот. И поэтому сейчас этот паровозик из комнаты в комнату передвигается, дабы проверить все углы, посмотреть все четко. Чтобы потом не было крайних, скажем так. У него есть углы. Потом где-то второй полностью. То есть, мы на себя вставили. И сошлифовывали. Видите, как Женя, это вкусно. Отлично. Бумеранг. Так, ну что, вердикт. Какой вердикт? В углы все сделаны хорошо. Да? Вот везде допустимые размеры. У нас немножечко... У меня такого же не официального. Я думаю, что сейчас углы... Нет. Нет. С углами все отлично. Немножечко свернуты углы, но на мебель нам это никак не влияет. Что угол свернуты? Ну, значит, то, что угол немножко к этой стене, а эта стена немножко сюда едет. Нам непритично, когда мы устанавливаем мебель. Если бы угол был бы развернут, это одно дело. Тогда у нас здесь был бы меньше размер, здесь был бы наибольший размер. Тогда бы мы бы здесь мебель бы взверлись, а здесь выскочил бы зазор. У нас наоборот, у нас здесь размер меньше, чем здесь. Поэтому мы там на шкаф выставляем, она ставится вплотную к стене. И у нас все получается отличная геометрия мебели, она не зарушена. Поэтому все хорошо. Все углы проверил, все, которые есть, где будет мебель расположена, все отлично. Все, кайф. Эта штукатурка уже высохла или еще сохнет? Сохнет. Еще сохнет, да? Она уже такая, да, прикольная, красивая. Ну, она быстро все. А которая официальная штукатурка, она примерно такая же текстура будет, да? Вот у нее пористая. Которая что? Ну, вот какие-то, декоративная штукатурка у нас. Декоративная, отдельная. Разные структуры, разные структуры. Мы будем делать, наверное, выкрас. Если высовывать отдельно, конечно. Потому что мне Аня сказала, что если будут такие вот типа пористые штуки, они будут забиваться пылью там, ну и т.д. Пылесос из стены. Вакуумный пылесос пошел. Да, нужен тогда этот робот-пылесос на стены. Сейчас я не могу покупать решитку, который нет. Все серьезно. Все серьезно. Так, что на этом этапе вы обсуждали без меня? Что еще нам надо обсудить? Пока только углы прошли, не осмотрели. Без тебя, без тебя. Так, ну ладно, не хотят, ребята, мне ничего рассказывать. Значит, что у нас? Ну, в целом, все понятно. Сейчас мы будем обсуждать. Сегодня нам нужно обсудить сантехнику, да? Да, сегодня обсудим сантехнику. Пришел старший специалист у нас по инженерным коммуникациям. И перед этим сантехническим работам. Женя, ты старший специалист? Я старший специалист, только по мебели. По углам, по углам. По углам сегодня, да? Так, значит, сегодня у нас будет новый ЛЭО. Нам нужно обсудить, что мы будем делать по сантехнике. Ну и просчитать, соответственно, следом за этим, что нам для этого нужно закупить, чтобы круто здесь все реализовать. Я попросил ребят до нашей сегодняшней встречи, чтобы они сделали какую-то подборку разных фильтров, там, различных раковин с какими-то фишечками. Может быть, какие-то есть там страховки, утечки воды, еще что-нибудь. Ну, того, чего я не знаю. Потому что я, как обыватель, ну, там есть какие-то стояки, обычные трубы, краны, то есть, ну, все, что я погружен. А они сейчас, соответственно, помогут это все воедино свести. Я думал, ты не пришел. Тут еще, оказывается, один участник сегодняшнего встречи. Ну, мы там просто снимали огненный контент, там, речь с алкалом. Я понял. Пойдем про штукатурку расскажем. Про штукатурку мы делали стены. Какая? MyB75 Now. Штукатурка для сухих помещений. Почему выбираете ее? Почему она с ней работает? Ну, потому что качество и в плане механизации, то есть, это самый лучший выбор, что есть на рынке. Но, который именно проверен не только нами, но и также мы общаемся с ребятами, кто занимается ремонтом, делающими работами. То есть, это хороший материал, который уже зарекомендовал себя на рынке давно. Он был, он есть и надеемся, что он будет. А есть топ-3 вообще штукатурка? Вот ребята, допустим, МП75 не нашли, потому что реально дефицит. Я помню, мы там доставали в Остердом и даже вот перепродали до раз дороже остатки. Такие же. Ну... Что ты еще как рекомендовал? Есть еще волна. Ну, то есть, вот мы в основном пользуемся кнауф и волна. Вот. Два основных направления. Ну, единственное там цементную, мы берем штукатурку для влажных помещений цементную. Вот. Цементная там может быть, там, другого производителя, там, какие-то там старатели, там, например. То есть, это именно цементуха. То есть, там ее, как бы, сложно испортить, скажем так. Поэтому... Но, именно, есть еще гипсовая штукатурка для влажных помещений. Ага. Но мы делаем гипсовое только сухие помещения. А цементные, влажные, это принципиально. Да. Ну, не знаю. То есть, мы, как бы, стараемся не делать санузлы, гипсовая штукатурка для влажных помещений. То есть... В чем вот плюсы механизированной штукатурки? Вот, в конечном итоге, как бы, мы поняли, что это дело смеханизировано либо вручную. Да. Смотри, мы здесь у тебя стены не замывали. То есть, вот, видишь, они такие, как... Их протягивали правилом, то есть... Так оставили, так и оставили, да? Так, пошарпанные немножко, такие, там, с рафинами, там, с разводами, там, и так далее. У нас, наоборот, это хорошо, потому что у нас будут стены готовиться под покраску. Мы это все будем выводить. И ребята придут, они уже под себя, ну, будут делать. То есть, ангезия материала, она будет лучше, когда именно она не замыта. То есть, а когда она замыта, это уже, там, под обои, можно сказать. То есть, ее там замыли, и это, как бы, такой, как маркетинговый ход. Ну, это мое личное мнение. То есть, да, как кажется, стилистам со своего опыта, говорит. Мое мнение, что, как бы, замывка, это больше маркетинговый ход. Когда ты заходишь, просто сдаешь заказчику работу, ты смотришь, что у тебя стены идеально гладенькие, там, ровненькие. И сдавать квартиру, как бы, ну, то есть, гораздо, скажем так, проще. Вот. А потом на такие стены просто шпаклюются и клеить обои. То есть, если будут обои, там, какой-нибудь недорогой, там, ремонт, там, стандарт, там, класс, да, то есть, то мы тоже, там, замываем. По обои, то есть, мы, там, замыли, ребята пошли, там, под шпаклевали, то есть, мы поклеили обои, все готово. Когда уже у нас идет покраска, то с учетом нашего опыта, то есть, раньше мы замывали под все, сейчас мы работаем, и из нашего опыта мы сделали вывод, что мы готовим сами под себя. То есть, мы себе не замываем. Вот, там, когда, допустим, механизаторы заходят, там, на другую квартиру, там, там, как, просто, да, там, поштукатурить, там, когда, допустим, заказчики, там, сами делают, там, ремонт, то там уже индивидуально, как они скажут, мы свои рекомендации можем дать, либо борься, ну, за ними. Я понял. Скажите, пожалуйста, почему всегда, вот, ну, все говорят о том, что нужно проверять углы, то есть, вот, углы все проверили, но есть же там еще какая-то плоская стены. Если у тебя получается горизонтальная плоскость, есть вертикальная плоскость, есть карбигемия, то есть углов 90 градусов, что получается, ну, почему это важно? У тебя, например, здесь в углу будет шкаф стоять, то есть, останется, станет шкаф, у шкафа есть задняя стенка, она будет четко ровно 90 градусов, то есть стоять. Если, допустим, у тебя будет стена завалена по вертикали, то зачастую заваливают вверх, то есть у тебя шкаф подходит плотно к стене снизу, а вверх у тебя получается завален. И у тебя, если ты смотришь сбоку, у тебя к верху получается зазор, там, ну, там, до сантиметра, как бы, а когда у тебя все четко, стоит, как бы, ну, стена ровно сделана по вертикали, она не завалена, то у тебя шкаф становится вплотную, у тебя, как бы, никаких, там, щелей, там, и так далее, ничего не будет. Точно так же, когда угол 90 градусов, то есть, почему важно 90 градусов, особенно на кухне, кухня же у нас идет 90, ну, то есть она, там, угловая, 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 и если, допустим, мы берем эту стенку, там, ну, относительно этой стенки смотрим, то есть вот она идет к этому углу, и вот здесь вот там нам нужен 90, и вот эта стена, если она будет, там, развернутая, там, острая, либо более развернутая, то есть, ну, там, острая, это я имею в виду меньше 90, там, грубо говоря, там, 80, более развернутая, это там, там, 100, например, то у тебя, она не встанет, то есть ровно, у тебя то же самое по длине будет, соответственно, появляться какая-то щель, то есть, если мы говорим, к этой стене мы ставим плотно, а этот у нас угол развернутый, он туда ушел, мы ставим кухню к этой стене, а здесь у тебя получается, что она, грубо говоря, вот так вот у тебя там будет, то есть, если эта стена развернутая, то есть здесь будет образовываться щель по длине кухни, и она там будет, ну, в том проекте, как бы будет... Ну, это самое сложное, наверное, да, вымерить такую геометрию штукатуры? Да, не самое сложное, самое важное, это предусмотреть все на ранних этапах и сделать грамотно, потому что, ну, выводить полную геометрию в квартире и делать 90 углы везде, ну, это, как бы, накладно по работе и по материалам, это, как бы, ну, стоит денег, а когда... Визуально, типа, незаметно, 90-90, да, если не мебель, если не мебель, да, там, да, там незаметно будет, а когда у тебя есть, там, план планировки, перепланировки с расстановкой мебели, и ты уже понимаешь, какая у тебя будет, там, кухня, где у тебя будут, там, мебель, там, шкафы и так далее, то ты на начальном этапе при выполнении штукатурных работ можешь уже понимать, где тебе нужно принципиально выдержать, да, чтобы у тебя потом на чистовую и при установке мебели, как бы, ну, все было хорошо, то есть у тебя четко становилась мебель, и тебя, как бы, там, не вспоминали плохими словами. Так, ну, пойдем туда мебельщика сейчас спросим, он, как его там все удовлетворяет, чтобы потом этот, знаешь, не было конфликтов, лучше поделитесь сейчас, чем драться потом. Так, ну, что, Жека, рассказывай, что мы сейчас делаем, мы сейчас поделились с дизайном, сейчас делают твои сотрудники просчет того всего удовольствия, по углам, по стенам какие-то замечания были, ребятам рекомендации, да, какие-то? Замечаний никаких нет, нет, как я и сказал, что углы все в норме, они, как бы, не 90 градусов, ну, а плоскости, там, стены и всего остального. Это все нормально, единственный нюанс, то, что у нас отличаются сейчас размеры вот дизайн-проекта, и по факту, то есть, вот этот вот момент, у нас кухня стала немножко меньше, вот эти вот пеналки, то есть, у нас так была рака, она небольшого размера, сейчас она еще меньше становится, вот, это вот самый единственный такой момент, чем надо, ну, чуть-чуть перепланировать именно кухню, может быть, где-то уменьшить, где-то увеличить ее, поэтому, это вот единственный момент, который сейчас смущает. Углы все отлично сделаны, все нормально, тут к ребятам вопросов никаких. То есть, и, короче, вели у нас будет прям тидерка в тидерку, там зазор идти будет, да, все, кайф. Ну, по размерам, понятно, это было предсказуемо, что она уменьшится, за счет штукатурки, но будем сейчас как-то выкручиваться, потому что, да, у нас кухня, видите, не сильно удобно получилась за счет одного вентканала, потом выступ подъездной стены, колонна, и вот сейчас тут задача дизайнеров каким-то образом все это сюда запихнуть, и вот здесь у нас должна быть и раковина, и еще какая-то рабочая поверхность, и посудомойки, и все на свете. Ну, в общем, будем сейчас Жене колдовать. А по остальной мебели, ты посмотрел, да, где будет стоять? Есть ограничения, да, все углы, все проверил там, все. Все четенько. То есть, то, что у нас независимое, как здесь, тут я, естественно, ничего сейчас не смотрел, потому что нам она это никак не влияет. А вот эта моя идея с закругленным углом, она реализуема вообще, есть такая техническая возможность? Техническая возможность есть, конечно, она реализуема. А как она делается, расскажу, это закругление, это каким-то... Это делается на специальном тресе, она закругляет МДФ также. А, это МДФ прям, да, это мотопластик какой-то? Нет, это МДФ покрытый краской либо пластиком. Ну, надо тебе смотреть на как это будет, кому-то нравится, кстати, вот углы у тебя все-таки квартира более такая современности, да, то есть все более... Мне просто эта идея пришла в голову, потому что, ну, во-первых, там какие-то шкафчики образовываются, во-вторых, так как у нас здесь вот такой очень тесный проход на балконе, я думал, он как-то смягчит вот этот угол. А, ну, шкафчики образуются, все правильно, появляются, но тогда у тебя уменьшается, во-первых, рабочая зона за счет этих шкафчиков, плюс этот шкафчик там всего лишь будет 20 сантиметров. Да. 20 сантиметров плюс еще разница будет сидеть место внутри шкафа. То есть тут нужно понимать, что для тебя важно иногда, как бы, чуть-чуть облегчить подход к балконе за счет этого скоса там, но ты сам говорил, что это не супер популярное место будет там, если вы были. Ну да. Товарищ дизайнер, у нас есть идея такая, причем меня вот сейчас обсуждаем, угол в кухне сделан закругленный, знаешь, там я где-то увидел в инсте, что он закругленный, и в нем еще такой некий шкафчик там под бутылки, и закругление мне показалось неплохая идея, так как у нас проход на балкон, чтобы там не биться углом, типа это закругление как-то скрасит этот момент. Но Женя говорит, что эти 20 сантиметров мы типа съедим рабочей поверхностью, ну, в общем, ваше мнение. Ну, собственно, поэтому и не делался этот круглый угол, но мы, наверное, еще обсудим, потому что, в принципе, у нас здесь есть в диване там скругленные углы, мы чисто с точки зрения дизайна можем это вписать. Вот, насчет скругленных фасадов. Без проблем, сделать можно вообще без всяких. Ну, это сейчас такой тренд пошел, но тогда, наверное, и поверхность шкафа надо как-то закруглять. Это можно, это вопрос целесообразности, то, что я переживаю именно за рабочую зону, ее и так не сильно много, этот угол, он как бы не очень будет функциональный, но... Надо глянуть по проекту, там у меня стоит какой-то вывод. Нет, надо глянуть. Здесь у нас духовой шкаф с микроволновкой. Ну, пенал с духовкой с микроволновкой. Дальше Дима хотел еще один пенал с колонной. Там по размеру, мы посмотрим, обсудим этот момент, там по размеру оставлено ровное открывание двери. То есть увеличить пенал дальше, не вариант, либо переставлять оборудование, а он уже не очень может. Это первый момент, который нападает. Второй момент, у нас раковина, мы там мерили вообще 45 сантиметров тогда была, а сейчас она, получается, вообще будет там чуть ли не 40. Надо проверить, да, насколько мы там мерили. Сколько мы, мы просто докидывали, на что готовлю. Нет, я так честно сказать тебе сейчас не помню. Я сверю, но там, да, у нас была раковина 50 сантиметров, и был блок под раковиной. Нет, было 45 точно. 50 сейчас у меня, и мы... 50 в проекте было. 50 в проекте, да. А, 50 в проекте. По факту 45 было, а сейчас... А вообще раковины, они бывают там, типа, 45-40 или какое-то... Ну, тут будет каменная столешница, можно сделать любой день. 2,262. У нас здесь посудомойка 60, да? Да. Не меньше. Да? Не меньше. Не, не меньше. У нас сейчас 60 и мерил. И там, как бы, тюдюлька в тюдюльку. Сейчас посчитаем. В общем, сложные моменты, которые требуют обсуждения, дабы потом тут все это свести. В общем, конечно, это очень сложная история. В принципе, у меня стоит 3 модуля по 60 и 76. Нет. Сейчас. 2,2,6. Еще же нам холодильник надо сюда строить. И, в общем, короче. Да. То есть, если это будет профиль голо, он еще добавится, да. То есть, у нас еще морка уменьшится. То есть, нам нужно ставить фасады, скорее всего, ручки какие-то. Я думаю, что не голо, да. Мы предъявляем какие-нибудь. Либо интегрированные. Да. Но я так же, как ими говорю, именно эти моменты не очень удобные. То, что интегрированная ручка, это не всегда удобно. Потому что зацеп маленький. Особенно если есть ногти у супруги, то открывать не очень надо. Ну, вот. Ну, тут такое. А вы предлагаете накладную? Как вариант, на холодильнике именно. Так как холодильник открывается чуть-чуть с напряжением, можно поставить накладную. Это как вариант. Можно и так это. Да. Давайте в проекте этот момент посмотрим, потому что не хотелось бы, чтобы они тоже сильно по дизайну отличались. Да, да. В виде нам, да, стипа. Ну, и, собственно, аккуратно дадим потрогать. Да. Лучше надо дизайн согласовать, просчитать, потом нам к вам приехать, все потрогать, да? Этапы такие, да? Да. Но вы будете мебельный проект делать, да? Свой. Да. Конечно, по размерам и по подходящему сейчас. Да. Но он не такой красивый, как у тебя, он такой, чисто рабочий вариант. Он, собственно, и сделан по каркасам, по всем там толщинам, чтобы это все влезло и так далее. Да. Это мебельная программа наша, которая максимально простая, ничего такого сложного нет. Это не 3D Max, который... Но все равно это максимально там влажная история. Да. Ее надо посмотреть согласовать. Понял. Ну что? Добрый путь. Все большое. Все приятно было познакомиться. Все много. Так, давайте теперь переходи к сантехнике, да? Да. Есть какие-то нюансики или все стандартно? Ну, я так понимаю, нам нужно сейчас решить, где коллектора, где подключения, там трубы канализации, как пройдут, какой будет углом, просчитать, примерно понять план работы, решить какие-то моменты. Важный момент еще внутри. Почему, например, у тебя осталось 24 мешка штукатурки? Угу. Потому что ты согласовал нам демонтаж и монтаж стен, перепланировку. И за счет этого стены мы выводили сами и уже старались сделать геометрию, чтобы углы были максимально 90, то есть по стенам. Поэтому по стенам, с учетом того, что мы старались тебе здесь геометрию вывести, у нас все равно слоя, где-то был слой, но не по всей квартире. То есть это там частично вот эти какие-то там стены, где больше как бы, ну, межквартирные, скажем так. А внутри квартирные, то есть стены, которые мы внутри квартиры возводили, они были там с минимальными слоями и за счет этого у нас даже запас, ну, то есть осталось, чтобы потребление меньше. Мы даже не закупали ее, ну, то есть поэтому это как бы респект. Респект. Да, что ты согласовал. Так, теперь вот у нас новый игрок в команде, да? Да. Это у нас Юрий. Это… Ну, расскажите, пока вы работаете. Юрий у нас это бригадир, который контролирует работу сантехников, то есть это звено, руководящее в нашей орг структуре, вот, с ним решается, согласовывается, обсуждаются все технические моменты, вот, и просчитываются материалы, различные варианты технического исполнения и дальше уже, то есть он непосредственно первое, скажем так, звено, которое принимает работу у ребят, а дальше уже потом, ну, как бы подключаемся мы, вот. И здесь мы тебе штукатурили стены, волма, цемент-актив, штукатурка для именно профессионального механизированного нанесения. То есть она вот именно, прям, для, видишь, штукатурной станции. Угу. Поэтому вот основное то, что я и говорил, волма и кнауф. Угу. Понял. А если мы опусте ручной? Да. Что-то подбирали по поводу там всяких фильтров там и что? То, что относили какие-то новые тренды сейчас? Какие? Еще не делали, сейчас вот это все обсудим, будем делать уже, ну, как бы, конкретику, чтобы тебе, именно, как бы, более конкретно сориентировать на скорость. Слушай, а я смотрю, что штукатурка в санузеле отличается по цвету от этой штукатурки. Это то, что я тебе говорил. Это цементная, это гипсовая, видишь, белая такая светлая, цементная, темная. Угу. Это все так и должно быть, поэтому у тебя все нормально. Так, друзья, ну, пока технически у нас моменты, сейчас ребята договорятся, а мы с вами выйдем снова в эфир. Да, определяемся с местоположением всех вводных кранов, фильтрацией. Угу. С минимальным объемом фильтрации. Вот, пока все. Нет, нет, есть вопрос. Насчет фильтрации, как вы желаете, вам нужна особая фильтрация воды или нам грубой очистки достаточно? Слушайте, нам нужно, вот, какие сейчас новые современные тренды, что общий народ ставит, то есть надо какое-то вот народное мнение собрать, потому что я в этом плане ничего не понимаю, сразу говорю, поэтому все целом буду на ваш опыт рассчитывать. Надо понять вот через вашу насмотренность, что в каких квартирах ставится, что хорошо, что плохо себя показывает в процессе, какие нюансы вылазят. Да, вот, все зависит от того, сколько места у нас есть в квартире. И там уже можно нагородить фильтрацию достаточно большую. И, во-первых, надо... С родниковой водой потом вас подправили. Да, да. Провести анализ воды и понять, что оттуда убирать нужно. Угу. Если там какие-то конкретные примеси, есть специальные фильтра там для этих всех. Под конкретной примеси, да? Ну а так для квартиры минимально это фильтры грубой очистки, тонкой и можно, если позволяет место, поставить еще умягчитель. Угу. Как мы его будем делать? Угу. Помимо того, что у нас будет система Нептун, там редуктора давления дополнительные и обратные клапана, там самопромывные фильтра и сколько у нас места останется для того, чтобы вставить систему очистки. Угу. 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 Система нужна. Слушайте, ну я согласен, давайте тогда понимать вообще, что, ну, желательно с умягчителем этим, но если он не лезет, ну, знаешь, без него. Да. Вот так. Смотрим. Окей, а по кранам питьевой воды и так далее, какие фильтры сейчас люди ставят? У нас стоит какой-то АВЛ фильтр, там мама подарила, какой-то там с какими-то дорогущими фильтрами. Вот вообще, ну я думаю, что это, наверное, исключение такие фильтры, вот какой-то более массовый, наверное, есть вариант установки. Самая распространенная и считается, что самая чистая вода, это система обратного осмоса. Угу. Вот. А там же у них есть модификации, производители разные, более современные, но везде принцип один. Там же еду подбирать, можно по цене, можно по каким-то удобствам, замене там, либо под... А вон по габаритам нам поместится? Поместится. Да. Хорошо. Небольшая емкость, там 4-5 литров получается и там минимум 5-ступенчатая чистка. В санузлах не ставятся такие питьевые, да, только на кухне доставятся? Да, это для... Ну только для питьевой воды, просто смысла нет тебе очищать всю воду, которая уходит у тебя от квартиры. Ну да. Во-первых, система обратного осмоса работает таким, такой системой, что она какую-то часть очищает, на выходе какую-то выбрасывает в канализацию. То есть тебе для того, чтобы там условно 10 литров воды выпить, а 40 литров надо сбросить в канализацию. Согласен. Поэтому она просто не рентабельна, если ты будешь... Согласен. Там столько кубометров воды будут уходить в канализацию, просто за нее платить за то, что... Согласен. Только для питья. И у меня, знаете, вот сейчас тоже какие-то стоят там грубые очистки фильтров, и у меня проблема большая их замена. То есть я хочу какую-то систему такую, чтобы она была вот прям просто, там открутил-закрутил, а там нужен какой-то ключ, который, блин, сюда подходит, сюда не подходит. На эту колбу у меня один ключ, на этот второй. Этот я потерял, не могу уже ее открыть, там полгода она уже вся черная, зато эти чистые. Ну короче, вот полный треш, поэтому хочется какой-то максимальный простой в эксплуатации вариант. Купить фильтр и заменить это один момент, вот этот процесс его замены, это прям тяжело. Есть, есть, уже придумали более удобный, там буквально одну кнопочку зажимаешь и фильтр поменял там. Да, класс. И еще то, что сейчас не нравится, у меня сложный доступ к счетчикам, ну знаешь там типа показания счетчиков сдавать. Я не знаю, как здесь будет система устроена, может как-то она удаленно будет сниматься. Но счетчики у вас здесь в подъезде, у вас там дверь большую открыл. То есть и все там, да? У меня там сейчас лючки, под банку, фонариком, там целая песня. Да, там эти тепловые счетчики на теплоэлектроэнергию, на тепловую электроэнергию и на показания воды холодных горелочек. То есть там все-все у нас максимально удобно сделано здесь. А здесь именно мы сделаем щит для обслуживания, для предотвращения протечек. Поэтому если вдруг вода там потечет, система сработает и предотвратит это. Так, а у нас получается, тут же душевая кабинка будет? Да. И вот эти все моменты там слива с этой кабинки, просто никогда не было. И там же есть какие-то нюансы, наверное, наклон, там сторону слива, там еще что-то. Да, это все будет делать во время плиточных работ плиточника, выливать строительный поддон. То есть мы сделаем гидроизоляцию, потом выливаем поддон. Потом выливаем ведро воды, проверим. Не, я просто вот про эти все колени, знаете, что-то там там с временем забивается, там какая-то начинается грязь остается, там волосы, еще что-то. То есть вот как сократить эти проблемы в будущем? Постричься на оси. Ну, если серьезно. Или у нас здесь нормальные стояки расположены? Да, у нас, во-первых, стояк нормально расположены. Мы сейчас посчитали примерно, будем надеяться, что у нас получится вообще вровень сделать. Просто через маленький порожек, то есть у нас будет пол и уровень душевого на одном примерно уровне. Сделаем небольшой бортик, чтобы просто вода на всякий случай не переливалась, да? Вот. Естественно, разуклонка, чтобы вся текла вода в трап. Трап возьмем с хорошей пропускной способностью, в котором там щелевой трап сделаем, где достается там кусочек плитки, грубо говоря. Там это все чистится элементарно. А что ощущаешь? Ага, классно. Вот. Ну и все. У нас все будет хорошо работать. А вот на пороге, на стыке, делается какой-то порожек в случае, там если вода здесь каким-то образом появилась, вальня, чтобы она не вытекла на паркет? У нас для этого будет стоять система Neptune, как раз таки она и предохранена. То есть там буквально несколько капель попадает на электроды датчика протечки и сразу краны автоматически перекрываются. Это максимальная современная защита, которой можно купить простой. Потому что раньше помню, что эти вот прям такие дела, ну как у меня сейчас такой порожек там. Там или двери с порожком. Да, двери с порожком, да. Так-то специальные порожки не делают. Сейчас да. Вообще по снимкам предусмотрено уровень ванной комнаты должен быть ниже, чем уровень там общей в квартире. Но ввиду того, что сейчас есть система предотвращения протечек, качественные и хорошие, которые уже давным-давно на рынке используются, качественно себе зарекомендовали. Поэтому как бы смысла в этом нет. Понял. Так, давайте на кухне посмотрим еще, пойдем все вместе. Как тут у нас эти ребята, вот видите, хотели красоту на разране навести. По сумоку уже мусор вывозят. Да, уже видите, мусор вывозят. Сюда всегда чисто. Сегодня, видимо, там просто разминулись. На полчасика не успели. А трубу мы же выведем куда? У нас вот здесь, получается, будет раковина. В раковине я хочу, чтобы был, знаешь, как она называется? Измельчитель. Да, измельчитель. Потом у нас, получается, в этом месте примерно посудомойка. Да, тоже этот момент учесть. Здесь холодильник и все. Там больше уже ничего с водой у нас не связано. Да. Да, у нас вся водяная часть. Да. И я не знаю, вот у нас для батарей эти же трубы остаются? Да, я думаю, да. Да, просмотрим их, распакуем, проверим на дефекты. Да. И если как бы все хорошо, да, поставим на подставление, проверим. Ну, то есть если у нас все там с ними хорошо, то... Но вообще по опыту часто трубы застройщики меняют? Нет, не часто. Здесь нормальные трубы. И хаос. Как бы застройщики используют за эту качественную трубу. А они тоже сами по себе дают тепло, да, помимо теплого пола? Да. Ну, они тебе будут давать тепло только в месте прохода. Ну, у меня, знаешь, какой сейчас нюанс? У меня там... Я сейчас в квартире, где труба проходит, видимо, поближе к паркету. Когда зимой паркет начинает расходиться, она просто высыхает. Не знаю, как так получилось, короче, прям щель образуется. А летом она опять затягивается. Ну, паркет у тебя получается, это естественный материал. Это дерево самый нестабильный материал, который есть. Поэтому мы можем влажность на температурный режим. Дерево, естественно, реагирует. Но тут таких мест вряд ли будет, да? Тут все ровные полы. Тут еще стяжка болит. Стяжка болит, да. А стяжка прямо поверх этих труб идет, да? Ну, она поверх труб, но мы их вспененный пенополистирол еще спрячем все трубы. То есть у нас вся разводка будет защищена там. Может быть, у тебя она просто без пенополистирола идет, поэтому и греется. Угу. Так, понял. Есть слой сверху. Возможности, аж небольшой. Да. Может даже без пенополистирола идет. Так, но в целом все тогда по воде? В целом, да. В воде все. Друзья, ну что, в следующий раз мы с вами увидимся уже, когда будет у нас вся сантехника сделана и все вам покажем, расскажем все то, о чем мы сейчас поговорили с ребятами. Приятного просмотра вам следующих наших серий в сериале. Надолго не прощаемся. Это уже у нас будет четвертая серия, за ней скоро пятая. Я думаю, в серии 10-15 мы уложимся. Надеюсь, наши выпуски для вас максимально полезны. Если есть какие-то вопросы к нашим экспертам, к ребятам, кто занимается ремонтными работами, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ребята все читают, будут вам отвечать, комментировать, рекомендовать. И, соответственно, если вам нужна какая-то личная встреча, также через комментарии можно с ними договориться. До встречи!